Библейский портал экзегет.ру представляет 15 глава Евангелия от Иоанна, читаю для библейского портала экзегет свой перевод с небольшими комментариями. Основная тема 14-й – «Я во Отце, говорит Иисус, и Отец во мне, и вы во мне, если вы соблюдаете мои заповеди». Но вот 15 глава немножко более подробно говорит об этих вещах. Я напомню, что это речь, которую он произносит между «Тайной вечерей» и своим арестом. То есть это такое подведение итогов всему его общению с учениками. Это есть только у Иоанна. «Я истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». В тех местах, конечно, очень любили виноград выращивать, и поэтому хорошо себе представляет этот образ. В наших северных краях гораздо реже себе представляет. Но, понятно, лоза, у нее много побегов. Это одно растение, но оно очень ветвится и приносит, соответственно, ягоды на этих побегах. «Отец мой виноградарь, он отсекает от меня всякий побег, который не приносит плода». Понятно, потому что он только соки зря выпивает, если мы говорим о буквальном виноградарстве. «А плодоносящий побег очищает, чтобы он принес еще больше плодов от сухих каких-то веточек. А вы уже очищены тем словом, которое я вам сказал. Оставайтесь во мне, а я останусь в вас. Побег не может приносить плода сам по себе, только если останется на лозе. И точно так же вы принесете плоды, лишь если останетесь во мне». Ну, а что значит оставаться во мне? Это уже было в прошлой главе. То есть тот, кто хранит и соблюдает заповеди мои, говорит Иисус. «Да, я лоза, вы ее побеги. Кто останется во мне, и я останусь в нем, тот принесет обильные плоды. А без меня вы ничего не сможете сделать. Если кто не останется во мне, ну как отвалившийся, отсохший побег, я выброшу его прочь, словно отсеченный побег, и он засохнет, а такие сгребают и бросают в огонь, чтобы они сгорели. Если вы останетесь во мне, то и слова мои останутся в вас. Вы попросите, о чем пожелаете, и у вас это будет. «Когда вы приносите плод и становитесь моими учениками, тогда и прославляется мой отец». Смотрите, как будто слава отца зависит от поведения людей. Казалось бы, он бог, и он абсолютен, но тем не менее, вот именно когда приносят плод, то есть что-то делают люди, которые прославляют отца, вот тогда это по-настоящему и прославление. Наверное, потому что это прославление понимается не как некоторые, такое космическое, вселенское событие, но как его явление в этом мире. Вот есть такая поговорка «У Бога нет других рук, кроме наших». Собственно, об этом. «Отец мой полюбил меня, точно так же я полюбил вас, пребывайте в моей любви». Помните, у нас было заповедь новую, «Даю вам любить друг друга». Вот любовь как не просто отличительная черта, но как объяснение всего. Вот есть куча подробностей, деталей, как раз фарисеи и книжники очень любили эти детали, подробностей выяснять, настаивать на их исполнении. А Иисус говорит только о любви. Ну, а все остальное как-то само станет понятно. «Если будете соблюдать мои заповеди, то пребудете в моей любви, как и я исполнил заповеди отца моего и пребываю в его любви». То есть любовь – это не просто яркая эмоция, хотя, конечно, ну, все, наверное, влюблялись, все понимают, что это такое, да, когда мы влюблены. Но это линия поведения. Вот когда человек исполняет заповеди, то это действительно любовь, а не когда он там вздыхает и ночами не спит. «Все это я сказал вам, чтобы моя радость на вас была полной, чтобы она стала и вашей радостью. А заповедь моя такова – любите друг друга, как я полюбил вас. Если кто кладет свою жизнь за своих друзей, больше такой любви не бывает на свете». Говорит Иисус перед, собственно, казнью своей, да. «Радость, любовь и любовь как действие, и жертва как самое главное действие». Вот что тоже очень важно. Это не просто какие-то вот разговоры, не просто чувства, не просто слова, но это проявление в жизни. «Вы мои друзья, если делаете то, что я вам заповедал. Рабами я вас уже не называю, ведь раб не понимает поступков своего господина. Я назвал вас друзьями, потому что вам я открыл все, что услышал от отца моего». Тоже очень важная вещь. Вот, конечно, выражение «раб Божий», оно очень популярное в христианской традиции, и в исламской, кстати. Но раб, он просто исполняет под угрозой наказания, правильно? А друг, он рад порадовать друга. «Я назвал вас друзьями, потому что вам я открыл все, что услышал от отца моего. Не вы избрали меня, это я избрал вас и назначил вам идти и приносить плоды. И плоды эти не пропадут, и отец вам подаст, чего не попросите. У него во имя мое». И опять-таки повторяется одно единственное условие. Вот что я заповедую вам. Любите друг друга. Вот если нет любви друг друга, то все остальное бесполезно. Вот и он об этом ясно предупреждает. «Пусть этот мир отвергает вас, вы же знаете, что прежде вас он отверг меня. Принадлежив этому миру, мир бы принял вас как своих, но вы этому миру не принадлежите, ведь я избрал вас и отделил от мира, потому и отвергает вас этот мир». Вот, собственно, понятие священного. Что такое священный сосуд или священное строение, храм, например. То, что не принадлежит этому миру, находится внутри него, но не принадлежит. Сосуд тот, который не используют для того, чтобы пировать. Или храм – это то строение, в котором не живут люди или не устраивают свой склад. Вот, собственно, и ученики Иисуса. То есть те, кто находятся внутри мира, но ему не принадлежат. Помните, что уже я говорил вам прежде, раб не выше своего господина. Разгнали меня, то и вас будут гнать, а если соблюдали мое слово, то будут соблюдать и ваше. И так с вами будут поступать ради имени моего, они ведь не знают того, кто послал меня. Ну, вот предупреждение о гонениях, но какое утешение, что с вами будет то же, что и со мной. Если вы действительно друзья, если вы ученики-последователи, то вы должны принять это с радостью, нет? Если бы я не пришел и не говорил с ними, не было бы на них греха. А теперь нет у них оправдания в своем грехе. Тоже не раз у Иоанна это встречается. Помните, если бы вы были незрячими, тогда не было бы греха. Но вы говорите, что зрячий. То есть осознанный выбор, только он и порождает грех. Это ответ на вопрос, а как там быть с теми, кто никогда не слышал о Христе? Ну, вот они не знали, поэтому на них нет греха. Кто отвергает меня, тот отвергает и отца моего. Если бы я не сотворил среди них таких дел, каких не творил никто, не было бы на них греха. Даже не просто услышал о Христе, а убедился. Вот тогда можно сказать, сейчас уже, наверное, все люди на свете слышали о Христе. А видели ли они проявление его силы? Вот видели ли они учеников, которые любят друг друга? Или не видели? Или это просто такой звуковой фон, такая трескотня слов? Ну, тогда на них нет греха, потому что они не видели. Они не видели тех дел, которые творят ученики. Но они, говорит Иисус о своих противниках, все видели, отвергли и меня, и отца моего. Соответственно, отвергая его, отвергают отца. Так исполнилось, что у них самих написано в законе, без повода они ненавидят меня. Это цитата из псалмов, такая, составная 34-й и 68-й псалом. А когда придет заступник, я пошлю его к вам от отца, дух истины, который исходит от отца, он принесет свидетельство обо мне. Будьте свидетелями и вы, ведь вы со мной с самого начала. Слово свидетельство или свидетельствовать очень важное для Иоанна, собственно, начинается с него Евангелие. Иоанн Креститель свидетельствует об Иисусе, и сейчас, выходя, он призывает свидетельствовать. Что значит свидетельствовать? Ну, говорить, да. Ну, торжественно говорить, говорить, как бы отвечая за сказанное, да, вот перед всеми остальными людьми. Но здесь он очень тесно связывает это понятие свидетельства, действительно, с исполнением заповеди, прежде всего, заповеди о любви. Вот если люди живут определенным образом, тем самым они показывают, что да, сказанное Иисусом, ими принято, и это истина, потому что действительно это исполняется, это происходит. А если просто какие-то слова, то это ничего не значит. Слова-то дешево, на самом деле, да. И очень интересно, что здесь он напоминает заступника, дух и истина, но мы по более поздней традиции его святым духом обычно называем, что он тоже приносит свидетельство. Какое он может принести свидетельство? Вот Иисус жил бы, какие-то люди его видели на земле, о нем рассказывают, они свидетели, это очевидно, это логично. А что может быть свидетельством Святого Духа, который приходит уже после его исчезновения в физическом виде с этой земли, да? Ну, очевидно, действие, которое он будет производить в учениках. И вот, опять-таки, если среди учеников Иисуса есть это действие Духа, люди смотрят и говорят, да, тогда это правда. Если эти люди так живут, если они отличаются от этого мира, значит, все, чему их учил Иисус, это правда. Ну, а если нет, то, ну, мало ли кто чего говорит. Много всяких некрасивых рассказов на свете. Вот вы еще один нам рассказали, но к истине это как-то вообще не имеет никакого отношения. Какая-то фантастическая сказка о чем-то. Вот Иван постоянно это подчеркивает. Любовь, которая проявляется в действии, она и есть главное свидетельство об Иисусе. И в 16 главе эта речь продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok